Субтитры создавал DimaTorzok В отношениях же потомков одних тартар и с другими османами мы уже высказались, и от нашего мнения не отступим. Верьте, не верьте, но разбирайтесь сами. Много, конечно, интересного Туммана. Есть и об устройстве, и так называемой демократии военной у тартар. Есть сведения о их прошлом и быте. Все бы хорошо, но все это нужно отнести к результатам близким к последнему катаклизму. И вряд ли они, тартары, в развитой фазе были таковы, что вызывает, конечно, много вопросов и сомнений конкретных датировками и в описании немца. Трактовка вполне в духе Скалегера и Питариуса. К ней отсылаем, то есть к Тумману интересующихся. Интерес, однако, представляет факт голосования, представленный к 1774, когда был заключен известный договор. Вот его и процитируем. Понятно, да, упомянем только, что при каком-то сопротивлении ханов, несмотря на все их некое высшее состояние по отношению к султанам царьградским, их увозили и помещали, как видите, не убивали в основном, а помещали на остров Родос, где они как бы были в изгнании, в почетном их знании по-нашему. В последнее время было чем-то чрезвычайным, если хан сохранял свой сан 7 или 8 лет. Действительно, ханство Малая Тартария приходило в великий упадок. Ну и теперь, пишет Тумман, по мирному договору 1774 года избрание принадлежит снова только народу. Ну что же, Катя и немцы, они очень довольны, что к ним присоединен такой вот знаменательный кусочек земли, и тут уже и народ, и все, что связано с ним, который был включен фактически в империю, священно-римскую империю германской нации, уже становится и благородным, и демократичным. Четыре Керимбега и отдельные уполномоченные Мурзы из Буджака, Эдисана, Джеймбу, Лука и Эдишкула выполняют это именем народа. Как только избрание совершилось, избранный хан садится на середину ковра, и все присутствующие Мурзы с обнаженными головами кричат ему громким голосом. Копья, ага, ша, ага, то есть стань, живи. После этого Керимбеги берут ковер за четыре конца, поднимают на нем хана вверх и объявляют его ханом всех татарских, по-нашему тартарских, орд. Далее, как бы заключая этот период о мирном договоре между российской провинцией и Османией уже 1775 года, при обмене ратификациями последнего мирного договора, пришли к следующему соглашению. Новый хан о своем избрании будет извещать об этом петербургский двор и порту. Падишах по получении этого извещения будет обязан признать его в этом сане и послать ему почетную шубу, дульбент и саблю. В крымских мест жидах будут продолжать молиться о Падишахе. Кстати, когда вот этот сам факт о Падишахе и является как бы уничижением и показывающейся зависимость этого, как считают, с 16 века. Но мы не согласны. Наверняка это была середина 17 века, зависимость Тартарии от Царьграда. И чеканить монету с его штемпелем Кадии должны будут назначаться константинопольскими Кадиели с Керами. Но все это под условием, что порта не будет иметь ни малейшего влияния на гражданское правление Крыма в ущерб его независимости. И все это должно служить лишь указанием на то, что Падишах, как халиф, имеет право признать хана как исповедующего религию Мухаммада. Следовательно, исключительно в религиозном смысле, без всякого отношения к гражданским делам. Вот насчет религии, то вообще все не столько темно, но как бы признаем факт того, что немец тут написал за относительно очень сомнительный. Занимаемся тут никаким плагиатом, но мы пытаемся понять, что же еще за источник подброшен нам от этих немцам. Отметив особую демократичность ханского режима или что-то другое в том, что власть хана не была абсолютно, так сказать, доминирующей. И вот выслушаем цитату немца об этом. Во всем другом его власть крайне ограничена. Он обязан управлять по древним законам и обычаям. Все-таки ведизм еще был жив. Он не может начинать войну или иные важные государственные дела без согласия крымбегов. Не важно, как это называется у малых тартар и вышеупомянутых ногайских морс. В таких случаях они все созываются ханом Бакчисара или Карасу, чтобы принять или отвергнуть делаемые им предложения. Вероятно, не было это все так однозначно, комментируем мы в те времена и в какие-то периоды. А это, несомненно, шло противоборство и преобладали одни из веяний. То есть старые традиции или новые, как считалось, прогрессивные, но скорее именно дегоративные. Ну и продолжаем цитирование. Никакие договоры, законы или распоряжения, относящиеся к нации, не имеют ни малейшей силы, если они не утверждены, не подписаны этими бегами и этими мурзами. Да, ну по-видически, конечно, никто этих бегов и мурз уже не выбирал. Это кастовость, а не варствовость. Все понятно. Но продолжим цитирование. На государственных собраниях голок Ширинского бега имеет наибольший вес, и его воля имеет обычно большее значение, чем воля самого хана. Правда, хан может отрешить от должности чрезмерно строптивых бегов, но это шаг, на который он редко решается, и который мало приносил бы ему пользы, даже если бы удавался. Тут мы можем вспомнить речь Посполиту, о которой много лжи, и поэтому там тоже физические правила были сильны, и поэтому там тоже не утвердилась монархия в таком общепринятом, абсолютистском, западноевропейском смысле. Но продолжим. Побеги могут их опротестовать, и хан должен отменить свои приказы. Итак, мы видим, как Тумман, никогда не бывший в Крыму, будто вообще никогда не выезжавший из Германии, прекрасно осведомлен об устройстве событий и описаниях ханства. Конечно, трактовки всего и вся вполне в духе времени и последующих скаллигеровских установок, как бы таблицы составлены, пусты их абзацы, но мы то на что, господа историки, заполняем, пишем и пишем, дабы все было аккуратненько и хорошо, пристойненько и нами удостоверено. А людей, помогущих в этом представлении точно, принесут сведения, а мы их обработаем, упорядочим, прикладим и впишем в общемировую концепцию развития. Примеры? Кто такие вообще ближе к фактам? Например, немецкий путешественник Николай Эрнст Клейман, посетивший Крым во время своего большого путешествия официально, в 1768-70-х годах, из Вены на Черноморье в Константинополе, через Малую Азию, Архипелах и Триез снова в Вену. Описание этого путешествия Клейман издал в соответствующей развеселой книге, издание 1771 года. Тунман видел ее и использовал. Можно больше сказать, Тунман очень широко использовал этот, возможно, важный исторический источник. А вот о сословии крымских тартар очень интересно. Но, конечно, как немец называет его в европейском духе, мы не принимаем. То есть, скорее всего, у них еще сохранялся несколько переиначенная наша древняя ведическая варновость. Мы уже об этом упоминали, но уже с элементами восточной кастовости и влияниями новорожденного или новорождающегося мусульманства, выделяющегося из общей, так сказать, среды иудохристианского мира. Итак, слушаем. Мурзы или дворяне очень многочисленны. Они проживают в своих деревнях. Ну, какая тут, может быть, уже варствовость? Конечно, кастовость. И живут на подоте, собираемые со всех подданных. Своим дворянством они очень гордятся. И никогда не оскверняют его неравными браками. Ширинские мурзы могут даже претендовать на ханских принцесс. Только крайнее обеднение может заставить мурзу взять служительскую должность при дворе. Едут ли они верхом или идут пешком, они всегда имеют при себе свиту из прислуги. Они вообще очень воспитанные и обходительны. Обходительны простые татары, ничто иное, как вассалы этих мурз. Ну, и тут уже всякие приписки, например, о многочисленных армянов, которые после татар самые многочисленные в Крыму. Почему и как? Это уже другой вопрос. И они тут обычно, правда, и мы, в общем-то, не намеревались об этом упоминать. Ну, так, к слову. Они занимаются в основном торговлей. Но здесь они много беднее, как считается, чем в других восточных странах, то есть в пределах Османской империи. По описаниям, вот откуда они взялись, ну, приводим описания немца. Они ленивы, нечестны, грязны и невежественны. А также тут очень уничтожительное описание и неких греков, которых мы знаем. Завезла Екатерина II, то есть Софья Августа Фредерико. Однако, нечто подобное, видно, население было так же, как и в других частях Османской империи, и в Крыме, и тоже. И о них тоже очень нелицеприятное описание в книге Туммана. Они, как он пишет, тоже очень невежественны и рабски послушны. Значит, послушность и соблюдение всевозможных законов, власть придержащих, это не принимается немцами? Очень даже сомнительно. Но, что интересно, отмечает Тумман, остатки Готов и Алан, о которых он всегда писал в превосходных степенях, вероятно, слились с ними теперь в одну народность. То есть, некие греки, по-нашему, остатки элинов, с Готами и Аланами, это вот все коренное население, кроме армян и тартар, жившее до овладения Крымом Российской империей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова